Сейчас предпринимателям выдают гранты льготные займы и предоставляют возможность проходить бесплатное обучение для развития социального бизнеса. Однако в будущем возможны и другие виды помощи. Их обсудил на встрече с главой региона Александр Калинин, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Он считает, что необходимо создавать новые организации, которые реализуют бизнес-проекты по дополнительному образованию, реабилитации и поддержке людей с особенностями здоровья. Пока их в реестре 35 в регионе, но с системой государственной поддержки их будет больше. Конечно, здесь самый важный момент – это, наверное, открыть этим людям рынки сбыта. То есть, чтобы они получили дополнительно государственные, муниципальные заказы на свои услуги. Ну и помочь, наверное, с инфраструктурой. Также на встрече Алексей Русских и Александр Калинин подписали соглашение о внедрении стандарта «Опоры России» по развитию социального бизнеса в регионе. Реализация новых требований поможет в том числе привлечь дополнительные федеральные средства. Как подчеркнул глава региона, многое из того, что прописано в новом стандарте, уже работает в Ульяновской области. У нас уже дорожная карта имеется. Мы уже идем по пути его внедрения. На базе центров «Мой бизнес» проводятся бесплатные тренинги, учебы, мастер-классы для тех, кто принял решение заняться социальным предпринимательством. Помимо этого обсуждались предельно допустимый порог роста по налогу на имущество для предпринимателей и снижение ставок для тех, кто собирается легализовать свою деятельность. Юлия Руднева, Олл Правда ТВ